Так, потому что это не по-человечески себя ведёт, понимаешь? Пока я ел, у нас не было условий благоустроенных, она воды мне нагрела в тазик, ну там тазик детская такая, корыто. Я там ноги помыл, сам там помылся, ну как бы в чистую, в постель уложила. Утром я просыпаюсь, счастливую её нету, я понять не могу, что такое. Первая мысль, наверное, любовник, кто? Убью, порой. Потом, если любовник, что она так за мной ухаживает? Наверное, провинилась или что? Как провинилась, дома сидела, у меня нету логики. Я не могу выстроить вот это оправдание у её поведения, то есть, осмыслить её не могу. А я хожу за ней, говорю, ты что на меня не орёшь? Она говорит, слушай, орёшь плохо, не орёшь неплохо. Опять, говорит, плохо, как тебе? Я говорю, ну я вообще-то не против, что ты там, ну как бы так, ну и что случилось? Она говорит, да я просто уверовал. Я говорю, ну это понятно, что ты уверовал, а что случилось с тобой? Да я не понимал вообще, что есть действительно вера, которая меняет людей, которая на твёрдую почву ставит, что жена как жена, муж как муж, то есть, ну и так далее, тому подобное. Когда я узнал побольше, как бы об их не вере, что им разводиться нельзя, думаю, им разводиться нельзя. Ой, делай что хочешь, она не разведётся со мной, тебе. Вообще свобода. Мне даже врать ничего не надо, понимаешь? Такой, ну ты сама придумай, где я был, да? Буду ходить вот так, понимаешь? Я думаю, вообще, то есть, как бы, да? Не думал я, что такая вера действительно настоящая есть. Где не нужно притворяться, не нужно быть кем-то там, да? Быть тем, какой ты есть. Ну и это уже позже. И мне стало интересно, там, как бы, ну что за такое, что за вера? Вот написано в Библии, вот слова, где истины, да? Жёны будут приобретать мужей без слов. Она только начинает мне о Боге говорить, я её аргументами козыряю. Ну, я интеллектуал такой, ну, слегка, как бы, был. Ну всё, и тут идёт фильм, там этот, не помню название, там Брюс Виллис на астероиде летит, там, бурит, взрывает, там, спасает планету. Не помню, как называется. Астероид-то, астероид называется. И после этого фильма у меня такая проповедь к ней такую. Я говорю, вот такие, как мы, в Афгане будем гибнуть, в Чечне, там, там. А вы, Хлюпики, молиться будете, там, за спасение планеты, а мы будем жизни отдавать, кровь проливать. И герой пошёл, победил жену. Всё, а ей сказать нечего, как бы, ну, в тот момент. Ну, и ладно, и как бы вот так. И август месяц, эти верующие уехали, все уехали. И жена поехала в Казахстан, мы с Казахстана когда переехали. Она уехала в Казахстан с дочерью гостить. А у меня тут 30 лет, мне как раз вот 99-й год, мне 30 лет, 69-го года. И я первый раз в жизни столько пил. И последний, слава Богу. Три дня подряд. Я думаю, это вообще, как люди пьют, я до сих пор не могу понять. И я не мог шевелиться с похмелья. Это вообще. То есть, ну, или у меня генетия такая, или что, не знаю. Ну, там в доме был, там все было в доме. Весь поселок там, наверное, был. Там, в разных полов. Там, ну, три комнаты, в каждой комнате кровати плюс кухня. Холодильник открываю. Я любил пиво, и поэтому на первой полке лежало так, что белями пиво. Потом была водка для гостей. А закусить яичный порошок. Вот представьте, на пицце полно покушать яичный порошок. Это правда жизни, это ложь и дьявола. Вам смешно, это реально. С водой разводили, жарили, как бы вот так. Яичница. Дома. Ну, а когда ходили на пивточку, там-то, конечно, все ели досато. Ну, как бы не суть. Просто я удивлялся этому, что, как бы, на пицце полно, а покушать нечего. Ну, что за идеология наша такая, как бы, сейчас я мысль в тот момент была. Ценность, да? Ценность. Сейф. Холодильник. Ну, и так далее. Такие вот ситуации. И приезжает жена, а там следов столько действий. Она это все заметила. Я это понял, что она заметила. Ну, там. И поняла, что же какой там кельдым был. И на это внимание вообще не обратила. И что меня больше всего поразило, ее отношения ко мне еще лучше были. Она это в сторону отодвинула, знаешь, а меня еще больше принимала. Для меня это был такой ребус, который я не мог понять, разгадать. Я не мог. Как это так? Это надо просто быть безумной, чтобы... Это такой нужно иметь любовь, что вообще не... Мой и все. Хоть с кем он был, сколько был и какой он, без разницы. Мой и все. Как бы вот так, люблю его и все. Фанатичная вера до глубины разума. Непонятно, как это. Только это я находил, ну, как бы... Какое-то умозаключение, как я какому-то подходил. Оказывается, все просто. Но это я позже узнал. И где-то проходит, вообще короткий период времени, не знаю, она... У нее наоборот глаза, она прижжила у нее глаза радостные. То есть, видно, она улыбающаяся стала. Вообще улыбаться стала как-то со мной. И она говорит... А я вот в Красноярске была. Меня, говорит, Бог духом, говорит, крестил. Я, что это такое? Я же, ну, крестил, да крестил. Ну, эти крестят, те крестят. Я понимал, что это не православные. А что там крестилось? Ну, крестилось. Ну, как бы, ну, и тут, и там крестил. Ничего не говорил. Но вторая фраза меня захлестнула, прям вот как сшибло. Мне, говорит, было пророчество. Я понимал, что это что-то о будущем, пророчество. И Бог мне сказал, что даст нового мужа. Я думаю, вот это да, секта. Это-то попало, уже ей мозги промыли, я уже нового мужа. Да, семью разбиваю. Ой, все, она еще не договорила, у меня уже все закинуло. Я ничего не вижу, ничего не слышу. Я вооружен, пусть эти двое только приедут. Я-то этот курятник разнесу. Я им там лица поправлю. Что только я на них не говорил. С меня это все лилось, там все это сочными матами такими. Та что-то хочет мне сказать. Я, говорит, ни слова больше. В моем доме, вообще, если я узнаю, что ты туда, порву-ка газету. Все. То есть, она меня боялась и знала. Если я говорю, я как бы исполнял это. То есть, я редко упускал то, что я сказал и не сделал. Мой имидж был, мужик сказал, может сделать. Типа такого. И все, и проходит опять какое-то время. Ну, никого нет, я вроде спокоен, да. Жена никуда не ходит. Вот гляжу, нету. К ней прихожу домой, я говорю, что, приехали? Она такая, она понимает. Я ей сразу палец. Тебе врать нельзя. Ей, я же лучше знаю, как в Бога верить. Тебе врать, говорю, нельзя. Она, да, приехали. Я, все, мне больше ничего не надо. Я одеваю курточку, костюм, кроссовочки. Иду, так размышляю. Так, ну, Ваня, Хлюпика, с удара положу. А вот с этим, может, повозиться придется. И смотря, где обстановка, надо на улицу. Лучше по одному. Иду такой, заряженный. Захожу в этот дом, я знаю, где они были. Потому что я Пашку уже туда водил. А когда я привел к ним туда Павлика, там из писточки.